Всем огромный привет! Я Татьяна Бугари, и добро пожаловать на мой канал! Сегодня очень необычное, классное видео, тема которого повторяю маникюр 10 лет спустя. Я маникюром занимаюсь уже 11 лет, поэтому взяла свои несколько работ и спросила у вас в сторис, какую из них повторить. Так что, если не подписаны еще на меня в инстаграм, то присоединяйтесь в сторис, я много всего снимаю, и рабочие моменты, и жизни своей. Буду рада вас там видеть. Выбор подписчиков пал почему-то на вот этот синий маникюр. Я подобрала работы, которые с сердечками выполнены, так как у нас день влюбленных. Но если честно, я удивлена этим выбором большинства. Но да ладно, моя задача не просто повторить, а естественно улучшить итоговый результат. Посмотрим, что получится. Вообще, это ручки моей самой чуть ли не первой модели для моих видео, мне показалось это очень символичным. И если долго-долго отлистать ленту роликов, то можно найти среди тысячи полезных видео вот это, спасение ногтей грызуна. И это те же самые ручки, представляете, как они похорошели. Так что в умелых руках покрытие лечит, а не калечит. Помимо всех этих интересных деталей видео, у меня еще есть и посылка новая. Она от Global Fashion. Здесь новая коллекция светоотражающих гель-лаков Stardust. И безворцевой салфетки в удобной коробочке. Их очень удобно доставать. Меня всегда бесило, что они прилипают и не можешь быстро взять только одну. Выкраску этих нереальных гель-лаков покажу чуть позже. Длину ногтей мы убрали фрезой, а теперь нужно заново оформить свободный край. Последнее время я не делаю сильного заужения, мне нравится более овальный край, но клиент попросил более зауженный в этот раз ноготь. А вы идете навстречу клиентам, если ваши взгляды расходятся. Кожа вокруг ногтя и кутикула плотные, тугие, как и было раньше, много лет назад в том самом первом видео. В прошлом видео я говорила, что моя техника комбинированного маникюра идеально подходит для любых клиентов. А другие фрезы я беру только для того, чтобы разнообразить видео на YouTube. Но чаще всего я работаю именно в своей технике и комбинированном маникюре. Это фреза пламя и ножнички. Кутикула здесь не просто тугая и плотная, она от этого еще и лопается. Случается это в синусах. Сейчас прям кровавой трещины кожи нет, но предпосылки на это были. И даже такую кожу можно обработать одной лишь фрезой пламя и ножничками. Пламя у меня красного абразива, но она неплохо справляется со своей задачей, если абразив не забитый, если он без лысых проплешин. То есть абразив свежий. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Далее срез ножничками. Срезаю одной колбаской кутикулу, двигаясь лезвием по контуру неживой кожи. Такую кожу можно заполировать, запаять силиконкорбидной насадкой. Но надолго эта запайка не сработает, так как клиент контактирует постоянно с водой и руки обветриваются при выходе на улицу. Но блеск эта насадка все-таки добавит, и первое время маникюр будет более опрятным. А вот как я подпилила остальные ноготки под желание клиента. Выглядит тоже гармонично, без перебора. Этот ноготок только осталось заузить. А чтобы симметрично выполнить апил, мы визуально чертим воображаемую линию по центру ногтя и следим за тем, чтобы каждая из половинок края была и не уже, и не пухлее второй. Также не забываем о том, что так выглядит форма без покрытия практически, но с материалом добавится объем, и заужение будет не таким выраженным. Теперь приступаем к покрытию. Пока сушатся ногти с базы в лампе, я покажу вам новинки гель-лаков. Они нереальны и просто бомбические. Это гель-лак со светоотражающими фрагментами и еще с кусочками фольги. Но еще больше мне нравится эффект глубины покрытия. То есть гель-лак имеет цвет, но он слегка полупрозрачный. От этого хорошо видна слюда и светоотражающая пыль. Это как витражный эффект. Все блестит, все мерцает. Смотришь на ногти, как будто бы сквозь какой-то цветной фильтр. А теперь готовы увидеть, как это все сияет под вспышкой. Вы только посмотрите на это. Это какое-то запредельное количество отражения. И незаконная красота сияния. И днем и ночью потрясающе этот гель-лак горит, сияет, мерцает и заставит всех смотреть на ваш маникюр. Так вышло, что это видео опубликуется 14 февраля, день всех влюбленных. И у Global Fashion есть по этому поводу скидка минус 14% на весь сайт, на весь ассортимент. Поторопитесь, потому что акция только до 15 числа включительно. Ссылка будет на магазин в описании и на условия акции тоже. У Global Fashion огромное количество продуктов разного наименования. Например, вот Bottle Gel. Это гель во флаконе с кистью. Он твердый, но при этом с кисточкой, как от гель-лака. Он есть и прозрачный, и камуфляжный, и вот молочный, которым я сейчас работаю. Он с холодным отливом и блестками в придачу. Я выполняю этим материалом коррекцию без опила. Наношу, распределяю, как и гель-лак. И готово. Гель настолько красивый, что можно оставлять и так. Но у нас концепция этого видео повторяя маникюр 10 лет спустя. Поэтому я продолжаю повторять ту картинку, которую выбрало большинство участников моих сторис. И сейчас будет самое интересное. Ну а пока еще небольшие доработки. Торец после выкладки можно подровнять, убрать махрушки и выпилить лишнее изнутри. Я это делаю тонкой твердоспланной фрезой. В завершении лучше запечатать топом эту зону, чтобы кусочек натурального ногтя, который остался там в глубине, не отслаивался. И далее приступаю к дизайну. На фото, которое выбрало большинство, выполнялся кошачий гель-лак. И на безымянном ногте, на матовом топе белой гель-краской нарисовано сердце от руки. И чтобы показать свой рост не только в качестве маникюра, но и свой навык в новых техниках для дизайна, поэтому сегодня никаких кошек не будет. Но я сохраню этот эффект блика по центру. Я беру две гель-краски, черную и белую. Это тоже гель-краски от Global Fashion. Они супер пигментированные, но если положить толще доли миллиметра, гель-краска не просохнет. Она очень пигментированная, поэтому аккуратнее. Я наношу черный цвет по краям, а по центру белый. И начинаю тушевать границы круглой кистью, которую я расплюснула между пальцев, и она стала плоская. Таким способом мы делаем вертикальный градиент. Наносила я краску сразу на несколько пальцев, так как краска не потечет, никуда не двинется, не денется. Можно только самому влезть туда рукой или чем-то еще и запачкать клиента. Но у меня такого не случалось. Наносить гель-краску я планирую только одним слоем, поэтому сразу делаю аккуратный кантик у кутикулы. Тушевка не должна быть суперидеальной, но и резких полос оставлять не нужно. Вы, наверное, сейчас думаете, как это вообще связано с той картинкой, которую выбрали зрители. Но сейчас я беру голубой гель-лак из новой коллекции светоотражающей и покрываю им все ногти. Делаю я это тоже в один слой. Гель-лак дает свой эффект, свой цвет, свои преимущества, и этого достаточно в один слой. Мы полностью перекрываем черно-белого енота, который получился. И за счет того, что гель-лак витражный слегка, то есть полупрозрачный, сквозь него просвечивается этот градиент и создается эффект кошки. То есть вот этого более светлого свечения по центру ногтя ровной линией. Но у нас эта кошка, она модернизирована, так как еще у нас здесь и слюда имеется, и светоотражение. На безымянном ногте, так же, как и на фото, я рисую сердечко белой гель-краской на матовом топе. На фото был только контур. И тут я тоже чуть модернизировала, мне показалось уже сильно устаревшим тот вариант дизайна. Поэтому сейчас на просушенную белую гель-краску я объемно выкладываю гель-лак светоотражающий, чтобы объединить маникюр и сделать, чтобы каждый пальчик был сочетаемым друг с другом. И все это было единым маникюром. Вот такой получился вариант повторяя маникюр 10 лет спустя. Я считаю, что повторять прям один в один нет смысла. Улучшится только качество покрытия маникюра. И это не так эффектно смотрится. А вот переделать его с сохранением идеи, но с другими техниками, это интересно. Пишите комментарии, согласны ли вы, или нужно было все-таки повторять прям точь-в-точь. Буду читать, делать выводы, мне очень интересно. А сегодня у меня на этом все. Всем желаю тепла и любви. До скорой встречи в новых видео. Пока-пока.